В этом видео я решил ответить на очень важный, а для некоторых жизненно важный вопрос. Как лечить простатит? И как вылечить простатит? Более того, как быстро вылечить простатит? Когда у мужчины развивается простатит, для него это один диагноз. Но каждый мужчина идет в свой простатит своим уникальным путем. Есть десятки видов простатита в зависимости от причин, которые его вызвали. Именно потому в интернете присутствуют десятки, чтобы не сказать, сотни способов лечения простатита. И для того, чтобы перепробовать провести на себе клинические испытания и найти тот самый ваш уникальный способ лечения простатита, у вас среди кровных родственников, причем желательно по материнской, по отцовской линии, должны быть долгожители. Потому как нужно иметь хороший запас жизни, чтобы перепробовав все виды простатита, случайно попасть на тот, который нужен именно вам. Поэтому в этом видео я, врач, фитотерапевт, диетолог, автор десятков опубликованных научных статей, автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах, часть из которых вы можете приобрести и через интернет, решил упростить вам задачу. И показать разные виды простатита и быстрые способы его лечения. Чтобы вам не только заниматься лечением простатита, но и после того, как вы его вылечите, жить долго и счастливо. Как же определить, какой из видов простатита у вас? Целая группа заболеваний возникает специфическим путем. И каждый незащищенный половой акт ставит в режим ожидания врача-уролога. Если лет сто назад возбудителей половых инфекций можно было перечислить на пальцах одной руки, то сегодня иммунитет снизился настолько, что в мочеполовой системе готовы размножаться кто угодно, включая кишечную палочку, которая должна находиться только в просвете желудочно-кишечного тракта. И вам не хватит пальцев ни рук, ни ног, чтобы перечислить все возможные варианты развития инфекций. Но! К врачу-урологу вам бежать нужно, если есть половой акт незащищенный. И обострился цистит, уретрит или появился простатит. Но! Не за лечением, а за диагнозом. Потому, как только часть случаев простатита в данном случае может быть связана с активацией или с развитием патогенных микроорганизмов. А часть может быть связана с совершенно иным. У вас заболевание, инфекционное заболевание не развилось. А совершенно другая причина вызвала обострение простатита. Поэтому первично вам к урологу за диагнозом. нужно вычислить имя отчества тех, кто развивается в мочеполовой системе. И если таковые присутствуют, нужно определить чувствительность и теми антибиотиками. Только теми антибиотиками, которыми чувствительна микрофлора проводить лечение. Иначе, если вы просто применяете антибиотики, глядя в потолок или в окно, или иным способом определяете необходимость применения антибиотиков без определения чувствительности микрофлоры, вы легко переводите острый простатит в хронический. И пожизненно будете стремиться избавиться от этой проблемы. Пока не измените активность иммунной системы. Если же микрофлора не выявлена, патогенные оказались в выделении стерильными. Что делать в этих случаях развития простатита? Я расскажу чуть позже. А пока расскажу еще один очень интересный вид простатита. который раньше практически отсутствовал. А сегодня очень частое явление. И что это за вид простатита? Вы узнаете прямо сейчас. Этот вариант простатита появляется, когда мужчина хочет улучшить свою физическую форму. И не знает, как это сделать правильно. И самые опасные для простаты упражнения. Это упражнения для брюшного пресса. Пока вы пресс качаете неправильно, усиливаются застойные явления в органах малого таза. И по выбору. В любом варианте. Весь комплекс может быть. Или отдельные его компоненты. Появляется застойный простатит. Усиливается либо появляется геморрой. Варикозное расширение вен. Как минимум венозная сеточка на ногах. И чтобы избежать этих негативных последствий. Наберите на моем канале такое видео есть. Как накачать пресс правильно. Вы узнаете как избежать этих заболеваний. И некоторых других. Которые в том видео представлены. Поэтому в данном случае быстро вылечить простатит. Очень просто. Вносите правильные коррективы. В свой тренировочный процесс. А какой еще вариант застойного простатита. С очень интересным и многим подходящим лечением. Простым, быстрым. Вы узнаете. Прямо сейчас. Еще один вариант простатита всегда был. Есть и наверное будет. Он связан с малоподвижным. Либо даже монашеским образом жизни. Которую ведет мужчина. Застойные явления в органах малого таза. Провоцируют как минимум хронический застойный простатит. Как максимум еще и аденому простаты. И лечение в данном случае пожалуй самое приятное. Быстрое и в домашних условиях. Иными словами вам нужен либо половой партнер. Либо хороший уролог. Который сделает вам правильно массаж простаты. Но. Прежде чем вносить какие-либо изменения в свой образ жизни. Нужно проверить состояние мочи половой системы в целом. Чтобы не коситься после массажа простаты на уролога. А не заразил ли он вас новой инфекцией. Либо на нового полового партнера. Иными словами вы можете обострить простатит без наличия инфекций. И это связано с определенным специфическим состоянием вашего организма. О котором вы узнаете. Прямо сейчас. Еще около 10 вариантов развития простатита. Чаще всего возникают у мужчин старше 20 лет. И отражают длительное несоответствие. Выбранной системы питания. Выбранного рациона питания. Выбранной воды. Выбранного образа жизни в вашей генетике. При котором через почки. Как через орган очищения крови. Идет слишком много различных продуктов. Конечных продуктов жизнедеятельности. Которые могут накапливаться. Временно накапливаться. В лоханках почек. Либо в виде песка. Либо в виде камней. И представляют определенную угрозу. Для вашего организма. После приличных физических нагрузок. А будет это. Тренировка в тренажерном зале. Бег по стадиону. Либо секс. Это уже ваш выбор. Как это выглядит в реальной жизни. Если мы посмотрим. Две почки. Мочеточники. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. Половой член. И простаты. В почках могут образовываться на начальных стадиях. Такие точечки вы видите. Их так и видно на УЗИ. Это эхо-позитивные включения. Или песок. Который при длительном нахождении может превращаться уже в камушки. В любом случае. Когда человек занимается сексом. Усиливается кровообращение. Секс достаточно интенсивный вид деятельности. При котором. Песочек может подниматься. И с мочой спускаться. В мочевой пузырь. Провоцируя вначале явление цистита. А проходя мимо простаты. И явление простатита. И далее явление уретрита. Все это похоже на развитие инфекции в мочеполовой системе. Именно поэтому вам и нужно в начале этого видео. Я сказал. Если у вас обострилось состояние. Нужно проверить причину. Если инфекции. Лечить инфекцию. Если инфекции нет. Скорее всего у вас просто присутствует солевой диатез. Секс который таким образом и проявляется. И вам нужно регулировать вашу систему питания. Нужно привести в соответствие с генетикой вашего организма. Питание. Образ жизни. Употребление воды. Но. В данном случае. Вариантов не так много. Оксалаты. Ураты. Фосфаты. Карбонаты. Соли мочевой кислоты. Это далеко не полный. Но относительно ограниченный список проблем. Которые могут накапливаться в лоханках почек. И периодически. Выделяясь из них. Провоцировать обострение хронического процесса. Как правило. Уже в моче половой системе. Но. Этот перечень достаточно короток. Он явнен. Он очевиден. Его очень просто выявить. Сделали УЗИ. И у вас либо солевой диатез. Песочек в почках. Либо мочекаменная болезнь. В любом случае. Определив причину. Вы знаете что делать. Она явно видна. Хотя врач уролог чаще всего почему-то эту ситуацию игнорирует. Но. Есть еще десятки видов простатита. Которые не видны в этой системе. Они находятся уже не в. Если здесь уролог может выявить эту проблему. И назначить вам специфическое лечение. Без использования антибиотиков. То. Другие причины простатита. Врач уролог не считает нужным их исследовать. И устранять. Потому как они устраняются в кабинете совершенно другого врача. И что это за причины. Вы узнаете. Прямо сейчас. Коррекция режима питания. Рациона питания. Питьевого режима. Образа жизни. В соответствии с теми солями. Которые выделяются через почки. Позволяет значительной части мужчин. Легко и просто. Вылечить простатит в домашних условиях. Но. Только части мужчин. Выделяющиеся через почки соли. Лишь видимая вершина айсберга. Которую легко выявить. Обычными методами исследования. Делаете анализ мочи. Делаете УЗИ. Возможно делаете анализы крови. Определяете какое нарушение обмена веществ присутствует в организме. И все. Но. Есть еще одна функция почек. Которая работает. Которую неправильно используют. Это способность очищать кровь от токсинов различного происхождения. Часть из них могла образоваться в организме мужчины. Часть могла попасть из окружающей среды. И кому-то нужно наладить правильное дыхание. Чтобы отсечь этот путь поступления токсинов в организм. Кому-то нужно наладить правильное употребление воды. Чтобы этим путем очищать организм. А не вносить дополнительные порции токсинов. Кому-то нужно наладить правильное питание. Кому-то нужно устранить или скомпенсировать те заболевания. Со стороны пищеварительной системы. Которые присутствуют. А присутствуют они у многих. И у кого-то ключевым для развития простатита. Это является хронический гастрит. У кого-то хронический гастрододенит. Для кого-то панкреатит. Для кого-то дискинезия желчного. Либо холецистит. Для кого-то имеет значение состояние печени. Жировой гепатоз. Там стоят агепатит. Либо гепатит был в анамнезе. У многих присутствует дисбактериоз кишечника. Или его часто называют дисбиоз кишечника. Но хрен редьки не слаще в любом случае. Если присутствует дисбактериоз кишечника. Значит правильное питание вашему организму и не снилось. Если пища каким-то образом не переварена. Оказалось в кишечнике. Ее используют по своему усмотрению. И размножаются на ней различные микроорганизмы. Конечно очень хорошо если развиваются условно патогенные. Хуже если доминируют патогенные микроорганизмы. Во втором случае уровень интоксикации. Уровень количества токсинов которые из кишечника попадают в кровь выше. И нагрузка на функции печени больше. Если вы знаете как обеспечить работу печени. Скорее всего простатит у вас отсутствует. Если же печень не справляется с очищением крови. Токсины попадают в кровь. Их могут использовать. Они могут нарушать работу мозга. Сердца. Ну и других жизненно важных органов. Продолжать снижать активность иммунной системы. В данном случае жертвуют собой почки. Они активно очищают кровь. И часть токсинов. Значительную часть токсинов. Возросшую часть токсинов. Выводят в составе мочи. И вот тут уже простата. Как лакмусовая бумажка. Показывает сколько токсинов находилось в кровеносной системе у вас. И было выделено в составе мочи. Кого-то это мотивирует совершать какие-то действия. Кого-то нет. Но. В любом случае я бы советовал вам правильно очищать кровь. Потому как возможно не все порции токсинов были удалены через почки. Часть из них раздражает сосуды. А номер один. Среди причин смертности это проблемы сердечно-сосудистой системы. Среди которых атеростлероз имеет не самую последнюю строчку. А токсины любого происхождения ускоряют развитие атеростлероза сосудов. А есть и другие болезни которые не самым простым образом могут нарушить ваш уровень здоровья. Я имею ввиду онкологические заболевания. Это тоже иммунный дефицит. Это неспособность вашей иммунной системы полноценно контролировать образующиеся онкоклетки. Они образуются всегда. От первого до последнего дня жизни. И вопрос к иммунной системе. Успевает она их уничтожать или не успевает. А когда в крови присутствуют токсины, ваша иммунная система вынуждена бороться с токсинами. Оставляя на потом борьбу с бактериями, с вирусами, с грибками, с онкоклетками. Интоксикация вредна здесь и сейчас. А бактерии, вирусы, грибки, онкоклетки опасны в разном периоде жизни, в разном сроке. Но не так опасны как токсины любого происхождения. Поэтому ваши почки очищают кровь. А простата показывает, что токсины есть. Токсинов много. Мотивировать должны вас на совершенно другие действия. Они достаточно просты. Вам нужно всего-то знать, что делать, если у вас есть печень и почки. Два основных фильтра. Как правильно переложить основную нагрузку по очищению крови на печень. И снять лишнюю нагрузку с ваших почек. Почки не восстанавливаются. А печень регенерации подлежит. Если вы правильно обеспечите активность печени в своем организме. Ваш уровень здоровья только повысится. А вероятность обострения простатита резко снизится. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео. Поставить на него лайк. Я подумаю, какое еще видео написать. На тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моих каналах. Не забудьте подписаться на мой канал. Тогда сообщение о новом видео вам придет в почту. И вы его посмотрите одним из первых. Подписывайтесь на мой канал.